АПЛОДИСМЕНТЫ Поскольку нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, Александр Сергеевич Пушкин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день. Куда выведет нас сегодня эта линия, я не знаю. Правда, мне всегда кажется интереснее говорить о том, что есть и что будет, чем о том, что было. Но, с другой стороны, то, что было, определяет в значительной мере то, что будет. Так что вот нам придется в этих, наверное, рамках и рассуждать на эти темы. Эта тема должна исходить от вас. Так что давайте начнем. Кто будет первой? Пожалуйста. Сергей Петрович, многие поколения советских и теперь, наверное, можно сказать, российских телезрителей выросли на вашей передаче и существенным образом расширили свои представления о науке. Мне кажется, у вас потрясающая и вполне заслуженная популярность. А как вам самому, как ученому, помогает ли это? И как ваши коллеги ученые к этому относятся? Ну, ученых надо самих, наверное, спросить. Правда, когда я их приглашаю в передачу, я никогда не имею отказ. Но, по-видимому, это дело необходимо. Кстати, во многих странах появляются люди вроде меня. Может быть, Англия дальше всех ушла в этом отношении, в такой традиции популяризации науки. У них есть знаменитая Royal Institution, Королевский институт в самом центре Лондона, недалеко от Пиказили, расположен профессором которого был Фарадей, где все его главные открытия были сделаны в лабораториях этого здания. И там есть аудитория, очень небольшая аудитория. Вот если ваша аудитория свернутся в амфитеатр, там приблизительно будет около двухсот, наверное, человек. И там каждую пятницу устраивают чтение лекции. Это считается большой честью быть туда приглашенным. Вам дают ровно час. Вы должны туда войти в точность с боем часов и ровно к часу кончить ваше выступление. Я был дважды удостоен этой чести выступать там. Из русских там вообще очень мало кто выступал. Вот это традиция, которая у них поддерживается на очень высоком уровне. Это сила, кстати. Английской культуры, английского отношения к науке и к ее носителям. И вот это, пожалуй, то, что нам, мне кажется, необходимо делать. Более того, я считаю, мы можем, может быть, отдельный разговор, нам необходимо делать это на телевидении. Это не популяризация науки, это проблема науки и общества. Как она влияет на нашу жизнь, на вашу жизнь, на наше образование. Какие ценности руководят людьми, занимающимися науками. Какое она занимает место. Как ей с ней обращаться. Вопросы, которые исключительно остро стоят сейчас в нашей стране. Более того, я думаю, что судьба нашей страны в какой-то мере зависит от того, как эти вопросы будут решены. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, какими были ваши самые первые детские впечатления? Это было давно. Не все равно. Да. Я родился в Англии, в Кембридже, в одном из великих интеллектуальных центров мира, не только Англии и Европы, где отец мой был профессором Кембриджского университета и занимался физикой. Он уехал туда в 21-м году, сразу после гражданской войны и революции, когда после страшной эпидемии гриппа и спанки он потерял свою первую семью. Она умерла за один месяц. Он потерял отца, видного военного строителя, свою первую жену и двух детей. Был страшный удар. И тогда с группой ученых, в которой входил, кстати, его будущий тесть, Академик Крылов, его учитель Йофе и ряд других видных ученых, он в качестве ученого-секретаря такой небольшой делегации был отправлен решением Советского правительства в Европу восстанавливать научные связи с европейской наукой. И тогда его и прикомандировали к лаборатории Резерфорда в Англии, где началась, я бы сказал, такая облицательная карьера. И там потом он женился на Анне Алексеевне. И в результате возникла его вторая семья, от которой появился я и мой брат Андрей, который наложил меня на три года. И наша жизнь проходила первые годы в Англии. Я недавно туда ездил, потому что отец в те годы построил дом Капецехаус, который до сих пор существует, и где мы обычно останавливаемся, когда приезжаем в Англию, в Кемридж. И мои первые воспоминания, конечно, связаны с этим домом. Там был такой довольно большой участок, по английским меркам, дом стоял обращенный к большому полю. Я вообще редко очень в Англии, потому что обычно сзади все застроено. А здесь задний фасад был открыт. Там родители мои посадили такие тополя, которые сильно выросли за эти годы. А за тополями были экспериментальные поля сельскохозяйственного исследовательского факультета Кемриджского университета. И вот рядом проходила дорога, там я в первый раз научился ездить на велосипеде. Вот это я помню. А так это была жизнь отпрыска нормального профессора. Дома мы все говорили по-русски, но, конечно, я учился и в английской школе. И с этим связаны мои самые первые воспоминания. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, а помните ли вы войну и послевоенную жизнь? Я войну очень хорошо помню. Мне было 13 лет. Институт, которым руководил мой отец, где они разрабатывали тогда кислородную проблему, он эвакуировался в Казань. А отец оставался в Москве до последнего, до 17 октября 41-го года. И тогда, в эти страшные дни побега из Москвы, мы, во-первых, провели две ночи в туннелях Курского вокзала, которые до сих пор велятся таким проходом к перронам, и уехали на поезде в Горький, в Нижний Новгород, оттуда на пароходе в Казань. И там я провел три года, кончил школу. Я учился там в седьмом, восьмом, девятом и десятом классе. И каждый год я кончал по два класса. Так многие делали. В частности, со мной, по такому же пути, одного возраста со мной прошел Абрикосов, который потом стал очень видным теоретиками, и получил Нобелевскую премию по теоретической физике. Он тоже учился по такому же плану. Это было хорошо организовано, такой школой экстернат было. Были прекрасные педагоги и очень разумная система требований. Она, кстати, научила нас самостоятельно работать. Я думаю, что это, может, было самое главное, что мы получили там. Летом 42-го и 43-го года я работал в экспедиции по поиску нефти в районах 2-го Баку, между Волгой и Уралом. И это было очень интересно. Это были экспедиции радиоинститута Академии НАУ. Тогда я впервые узнал все, что было известно об атомной энергии, атомной бомбе. Потому что это были люди, которые сыграли затем ведущую роль в советском атомном проекте. А тогда они методами исследования радиоактивности природных водов помогали поиску нефти, нефтяных структур. А я был на подхвате. В частности, в моем ведении были лошади, которые еле стояли на своих ногах. И у меня был такой случай. Я на телеге ехал с этой лошади, перевозил какое-то имущество из функта А в пункт Б, и дорога шла, дорогу пересекал мелкий ручей, ну вот такой глубины. Лошадь въехала в этот ручей и встала. И не туплю ни, ну я не могу ничего с ней сделать. Она была послушная тварь, мы как-то понимали друг друга, они понимали, что ей надо. Она стояла, ей было холодно, и она ножки поджимала. Я тоже влез в воду, старался как-то ее вывезти. А тут ничего не получалось. Я, наверное, довольно долго с ней возился, пока по берегу не пришла к некой женщине, к этому броду, и сказала, ты дурак, что не везешь, она пить хочет. Распусти ее под пругу, она попьет и пойдет дальше. Так оно и произошло. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Скажите, пожалуйста, как линия жизни вашего отца Петра Леонидовича повлияла на вашу линию жизни? У меня такая была не очень прямолинейная жизненная линия. Но может, это и интересно. Кстати, отец всегда говорил, что нужно менять направление работы на, может быть, на таком семилетних интервалах жизни. В таком случае, так это у меня и получалось. Мое образование высшее, это был Московский авиационный институт, куда я поступил в 43-м году осенью, и который я окончил в 49-м году, и вначале я работал уже по линии авиации и ракетной физики, ракетной техники в ту эпоху. Потом моя жизнь довольно круто изменилась. Я занялся геофизикой, магнетизмом. Потом я опять изменил направление своей работы. А отец, конечно, это была очень сильная, очень крупная фигура в современной науке, оказавшая большое влияние не только на свое непосредственное окружение, но и вообще на современную науку в мире. Я, конечно, находился под его влиянием. Многие идеи, которые я потом как-то развивал и проповедовал, они были связаны именно с, я бы сказал, точками зрения моего отца. То, чем я обучал студенту в Московском физико-техническом институте, который он заложил, эти наши линии пересекались все время. Единственное, что я могу сказать, что когда вы являетесь сыном такого человека, то от этого столько же выгод, сколько и проигрышей. Так что баланс нулевой. По-моему, лучше быть самостоятельным, чем это, но, как говорят, родину и родители не выбирают. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, а сколько вам было лет, когда вы стали профессором? Это было, мне было трат 35 лет. Я даже сел в Допутскую диссертацию к этому времени по электронным ускорителям. Это был очередной шаг в моей карьере. А они искали человека, который мог бы возглавить кафедрой Московского физико-технического института при его дальнейшем развитии. Ректором был Белоцерковский академик Олег Михайлович, который был на два года у меня старше. В кафедре математики заведовал очень выдающийся наш математик Кудрявцев, того же возраста, сотрудник математического института имени Стеклова, который обеспечивал очень высокий уровень преподавания математики в физико-техническом институте. И кафедра теоретической физики тоже находилась в очень хороших руках. До меня этой кафедрой заведовал Алексеевский, очень известный физик-экспериментатор из института моего отца. Мне было предложено занять это дело. До этого я преподавал на физике, вот курс ускорителей, курс электродинамики, то, чем я занимался. А здесь надо было возглавить, может быть, самую существенную кафедру этого института. И 35 лет я ей заведовал, пока в 70 лет не оставил ее по возрасту. Сергей Петрович, говоря о будущем, вот сегодня, на Ваш взгляд, кто мог бы наиболее точно предсказать это будущее? Политик, ученый, писатель, или астролог, или даже цыганка, может быть? Вот Ваше мнение. Вот Вы хорошо вспомнили про цыганку, потому что это тоже воспоминания войны. В Казани мы жили в университете, на пригорке, а вниз шла улица имени Лобачевского, которая вела к большому рынку. И нам было строго-настрого запрещено туда ходить. И, конечно, нас безумно тянуло туда. И я как-то отправился туда, несмотря на все запреты. Когда я вошел в рынок, вдруг цыганка меня схватила за руку и сказала, Сергей, давай я тебя погадаю. Я безумно испугался. Понимаете, эта черно-демоническая женщина, она знала мое имя, откуда это было. Я убежал, и больше я туда, откровенно говоря, не ходил. Я только еще раз там был, потому что там была мгновенная фотография. Самая мгновенная фотография, которую я когда-либо видел в мире. Ты приходил туда, платил полно 30 копеек, кажется, за фотографии. Тебя снимали. А потом говорили, вот, поищи тут лежат фотографии другие, кого-нибудь похожи на себя, и забирай ее. А мы твою положим завтра туда. Система очень исправно работала. Понимаете, была война, и даже прийти на следующий день далеко не все могли, или подождать там час-два, пока не напечатают. И вот это. Я так и получил свою фотографию. А если говорить серьезно, что будет дальше, ну вот тут... Я сейчас этим занимаюсь как раз, и размышляю об этом. Некое время тому назад, наверное, лет 20 назад, мне казалось, что главная проблема на нашей планете, это проблема мира, потому что мы были вооружены до зубов, и неясно, куда эта военная сила могла нас привезти и вывезти. Сейчас, мне кажется, нам надо обратиться, может быть, к самому существу нашего, бытия, к росту населения, к росту культуры и к целям нашей жизни. Как-то заново, может быть, посмотреть вокруг себя и на самих себя, и понять, как говорят, куда ехать и что делать. Мир, и не только наша страна, переживает глубокий перелом в своем развитии. Вот это мы и не понимаем, и не понимают это ни политики, ни большинство людей. До сих пор человечество росло, стремляясь чуть ли не в бесконечность. Говорили о демографическом взрыве, что негде будет встать и сесть на нашей земле, что не хватит ни энергии, ни пищи, ничего. И так продолжалось, ну вот, до последних десятилетий. 20-30 лет тому назад начался решительный перелом в развитии человечества. Вот сейчас президент обеспокоен тем, что нет детей. Это не только в нашей стране. Во всех развитых странах нет детей. И человечество, вместо того, чтобы расти вверх, как оно росло на протяжении миллиона лет, все ускоряется, сейчас оно взялось, переломилось. И проблемы в нашей стране, проблемы в мире, они связаны вот с этим резким изменением жизни. Потому что до этого у всех людей была очень простая мысль. Нужно всего больше. Больше детей, больше оружия, больше пищи, больше, больше всего. А сейчас по главному параметру, параметру населения, мир осекся. Причем до конца мы не понимаем, почему это произошло. Первая страна, где был замечен вот этот переход, это была Франция. Особенно после войны. И сейчас весь мир стоит перед этой проблемой. Почему происходит этот перелом? С чем он связан? Как на него повлиять? Как на него реагировать? И с моей точки зрения, вот это то, что мы живем в такую переломную эпоху, определяет очень много. В частности, распад Советского Союза. Это тоже следствие того, что старые правила нашей жизни нужно расширяться, понимаете, распространять свою веру, свои знания по миру, укреплять, так сказать, знамя социализма, монархизма, или чего вам, во что вы верите, и тем умножать скотчислено свою мощь и силу. Вот это развитие сейчас оборвалось. По самому главному параметру. А это влияет на все остальное. На наше мировоззрение, на наше понимание, на наше отношение к делу. Вот разобраться в этом, вот это, мне кажется, то, что сейчас люди должны. Потому что прежде, чем действуют, надо понять. Сергей Петрович. Да. Вы, можно сказать, в советские годы стали лицом научной популяризации в России, продолжаете оставаться ее символом. Как вам пришло в голову посвятить свою жизнь вот столь гуманитарной области, и каким вы видите будущее этого направления в современной России, столь озабоченной массой других, скажем, проблем? Спасибо. Это очень хороший вопрос, потому что, действительно, это, может быть, самое главное, чем я начал заниматься, и даже вот этими взглядами на развитие человечества связаны с этим. История вопроса состоит в следующем, что вот мой дед, отец моей матери, Крылов, создатель российского флота после Цусимы и создатель советского флота после революции, был великий, конечно, деятель прикладной математики, кораблестроения. Он всю жизнь интересовался историей науки, историей знаний. Он, кстати, перевел на русский язык главное сочинение Ньютона, основу математической философии. И у него была обширная библиотека, там, наверное, 1015 томов в Академии наук в Ленинграде. А мне было сказано, что вот библиотека перейдет, где она сейчас находится, в военно-морское училище, военно-морскую академию в Ленинграде, а ты можешь из этой библиотеки взять те книги, которые тебе будут полезны. И я собрал около тысячи книг из его библиотеки, которые мне представлялись интересными. Они до сих пор стоят у меня на полке в Москве. Это были в основном сочинения классиков естественных наук, математика в первую очередь, механика, которой занимался мой дед, физика. Я довольно скоро понял, что читать эти книги довольно бессмысленно, потому что все, что в них написано, освоено современной наукой. Капельник, как говорят, целый век трудился, чтобы доказать землевращение. Сейчас это 2-3 строчки в учебнике географии, а тогда он написал целый том по этому поводу. И так и со всеми другими предметами. С химией, с биологией, с физикой, математикой. Но эти книги были в моем обращении. Я обратил внимание на то, что у них есть то, что интересно современному читателю. Предисловие. Великие люди писали эти предисловия, это 4-5 страниц, где они должны были изложить, зачем они написали, что они думали, что их побудило к этому. То, что до сих пор нам интересно. Это как бы истинная философия науки. Не то, что думают философы науки. Это то, что думают ученые про свой метод, свою цель. И результатом этого было, что я начал систематически смотреть за предисловиями к крупным сочинениям. Они из христианатии. Мог бы современный компьютер сделать. Тогда не было гугла, надо было просто ходить в крупные библиотеки и находить эти книги. Я просмотрел около 500 книг и выбрал из них 100 книг, наиболее значимых в истории естествознания. От Коперника, буквально, в смысле слова, до наших дней. Не включая никого живущих. Это надо иметь перспективу. И выяснилось, что это дает удивительный портрет такого саморазвития науки. Книга была издана на Академии наук. Называлась она «Жизнь науки». Я всегда говорю, что если мне надо было бы делать передачи, очевидно, невероятно, с Коперником, с Ньютоном, с Менделеевым, с Дарвином, то это был бы конспект нашего разговора с ними. А тут они сами все написали блестящим языком. И это документ, который неоспорим, понимаете? Чтобы вы не думали про философию науки, вот она перед вами. Книга была издана, там, немножко 103 эпизода, портреты, краткий биографический очерк и полностью без каких-либо сокращений, предисловий к самому главному сочинению. И после этого меня предложили заняться вот этой самой передачей, очевидно, невероятно. Сейчас, кстати, я хотела переиздать эту книгу. Потому что она вечная. Я говорю, что это самая великая книга, которая может быть вообще написана. в том смысле, что это есть выжимка. Месседж, главный смысл, послание науке и людям. А вот это вопрос, который не совсем по делу. Почему я не член Российской Академии Наук? Ну, это надо спросить, Академия Наук и не меня. Я член Европейской Академии Наук. Есть очень такая почетная академия, созданная на основе Английского Королевского Общества, Французской Академии, Германской, Голландской Академии. Туда меня избрали. Ну вот. У каждого своя судьба. Сергей Петрович, Вы знали и знаете множество гениальных людей. Есть ли у них какая-нибудь общая черта? Ой, спросите что-нибудь полегче. Это люди, все-таки, главное, они были раскрепощенного ума. Они не были связаны ни с какими наперед заданными идеями и так далее. Они искали и находили то, что их интересовало. Каждый по-своему. И это то, что, по-моему, общее для них всех. А вот это тоже хороший вопрос. Как учить? Знанием или пониманием? Вот это, кстати, вопрос очень серьезный. Кстати, вот моя вся педагогическая практика на физтехе и весь вот смысл системы физтеха, как ее Белоцерковский называет, она связана с тем, что, чему мы должны учить? Знанию или пониманию? И мы довольно скоро пришли к выводу, что надо учить пониманию. В частности, на кафедрах нашего института начали это физики, потом это распространилось по-другим, когда у нас не было билетов. на экзамен можно было приходить с любыми пособиями, записями, конспектами. Единственное, что нельзя было советоваться с товарищем, потому что каждый, как говорят, умирает в одиночку, каждый задает экзамен в одиночку. Это необходимо. И человек обычно приходил с вопросом, который он сам приготовил, вопрос по выбору, и рассказывал то, что он понимает в этом деле преподавателя. Это нелегко научить людей, и студентов, и преподавателей. Но это была наша цель. Потому что знания, особенно сейчас, знания им очень легко, из интернета можно получить из бесконечных справочных конкретные знания. Их слишком много, и они слишком быстро меняются, и слишком подвижны. А понимание то, что остается. Это, кстати, хорошо выразил Гагал, президент до недавнего времени Чехии, драматург, диссидент в прошлом. Он сказал, что чем больше я знаю, тем меньше я понимаю. По-видимому, он очень легко чувствует, и афористически выразил вот этот разрыв между уровнем знания и уровнем понимания. И основная задача настоящего образования научить нужно пониманию. И успех физико-технического института, который продемонстрирован, я бы сказал, мировым спросом на его выпускников, он это подтвердил. И сейчас мы находим выпускников физтеха в банковской сфере, в управлении, в администрации самого высшего звена. И таких много, потому что мы научили понимание. не считаете ли вы, что введение единого экзамена вот этого пресловута будет способствовать именно механическому накоплению знаний, а не развитию понимания? Понимаете, есть одна проблема в нашем образовании, в нашей стране. Это уровень знаний, особенно в провинции. и вот здесь очень существенно понимаете, какие-то общие стандарты. ЕГЭ может помочь установлению таких стандартов, его нельзя абсолютизировать. Но я думаю, что само существование такой планки, минимальной планки, оно должно существовать. Но, к сожалению, сейчас многие учреждения, которые должны были называться педагогическими училищами, называют себя университетами и академиями, планки эти смещены и стандартов нет. Это есть одна из попыток установления такого стандарта. Но не надо переоценивать его значение. Нужно рациональность и чувство меры в его осуществлении и то, какие требования он удовлетворяет. Сейчас молодому человеку, получившему, может быть, там не лучшее образование в провинции, очень трудно пробиться в лучшие вузы нашей страны. Это, к сожалению, факт. И вот это очень серьезная вещь. Это физико-технический институт он черпал. Три четверти его студентов брались из России в целом. Это был самый для нас важный, я бы сказал, источник кадров. Очень хороших кадров. Но нужно было уметь их отбирать, воспитывать. Часто они не удовлетворяли формальным требованиям, а зато из них вырастали иногда прекрасные инженеры и ученые и исследователи. Сергей Петрович, в советское время выходили десятки научно-мопулярных журналов, там, знаний силы, техника молодежи, там, химия и так дальше. Они имели миллионные тиражи, то есть они имели миллионных читателей. Сейчас мне недавно пришлось встречаться с редакторами некоторых из этих выживших журналов, и когда я удивился, что они еще живы, так, и спросил их тиражи, они оказались в несколько тысяч, то есть фактически ноль, абсолютно. И распространяются в основном в Москве. Распространяется в основном по знакомым, ничего больше. Как изменилось наше общество и почему, если потребность в знаниях так резко упала? Это мой старый друг, которому я знаком уже, по-моему, почти 40-50 лет. Действительно, наука и жизнь выходила трехмиллионным тиражом. Каждый номер стоил 30 копеек, и 3 миллиона они издавали. Он сохранил свой формат и стиль. Сейчас его тираж, по-моему, 50 или 60 тысяч. Вы вымешиваете все. Я не знаю, но может 40 тысяч. А то же самое «Химия и жизнь» выходила миллионным тиражом. Многие другие журналы. Сейчас их практически нет, они существуют на подаянии спонсоров, которые хотят как-то, что нас не считали совсем одичавшей страной, и на фоне всей этой глобурной чепухи, которая у нас заполняет наш книжный рынок, надо проблескивать нечто разумное. Это надо искать, как навозной кучи жемчуг. Это очень серьезный кризис, связанный, мне кажется, вообще с кризисом современного общества. Мы не одиноки в этом отношении. В отношении издания таких журналов за рубежом тоже дело не так обстоит хорошо, как было в прошлом. Но это их забота. Есть ли у меня будущее для инновационного развития? Или же мы будем вечно сырьевым придатком Запада? И вот эта проблема, с моей точки зрения, она абсолютно является определяющей не только для нашей страны, но и вообще для современного человечества. И безопасность нашей страны, и рост населения и экономического благополучия связана с тем, как мы решим эту проблему. Сейчас мы сделали все для того, чтобы разрушить наш интеллектуальный потенциал. Проблема в воспитании и образовании на центральном. И как мы будем ее решать, какими средствами, какими силами, от этого зависит будущее. Кстати, я считаю, что российская и советская системы образования, она выиграла соревнования с Западом. Сейчас даже многие богатее, посылая своих детей учиться в Америку особенно, в Европу, часто получали обратно эти же детей, которые существенно менее образованы, чем их собратья, учащиеся сейчас здесь, у нас, в России. Нам нужно сохранить систему воспитания, и здесь, кстати, телевидение должно играть как раз обратную роль, чем то, которое она играет сейчас. Это связано с национальными интересами нашей цивилизации. нашей страны. Три четверти выпускников физтеха не востребованы на родине, не уезжают за рубеж, там перед ними открываются все двери и все возможности. Вот мой внук сейчас кончил ВМК, факультет прикладной математики и университет, его пригласили в аспирантуру и положили стипендию тысячи рублей. Сейчас, скажет, увеличили до полуцутысячи, благодаря ректору. А его друг кончил химфак, тоже его оставили в аспирантуру, очень хорошую аспирантуру Московского университета, но он послал свои документы в Колумбийский университет, один из лучших университетов Америки, и там ему сразу предложили стипендию полторы тысячи долларов, и он отправится туда, потому что учит химии Московскому университет, хорошо, что он может ехать куда угодно, он еще кое-чему научит. Так что вот ситуация, очень острая, считаю, мы об этом говорим, говорим, понимаете, а вот в цены не там, Васька слушает, доест. Ваши прогнозы будут в этом плане? Прогнозы они состоят в том, что если мы решим эту проблему, у нас будет будущее, если мы ее не решим, то не будет будущего. Вот и все, просто как мычание. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, как Вы думаете, влияют ли субъективные ощущения ученого на его научные выводы? И приходилось ли Вам когда-нибудь менять свои решения, пересматривать их? Ну, конечно, влияют. Человек в этом смысле един. Понимаете, когда Вы работаете, Ваши результаты влияют на Ваше сознание, самосознание, сознание других, это живой процесс. Если Вы догматически относитесь к этому делу, что я знаю истину, если все, что не соответствует ей, это неверно, то это для ученого просто что гибельно. И это, я знаю примеров, которые только подтверждают, когда часто очень выдающиеся умы не находили выхода из вот этого тупика, потому что они слишком верили в свое собственное сознание. Это трагедия для человека. Я думаю, что тоже относится к любой творческой работе. Сергей Петрович, мой вопрос из области фантастики. Скажите, пожалуйста, если бы Добрая Фея предложила Вам что-то вернуть из прошлого в настоящее, что бы это было? Спасибо. Только одно, чтобы я мог опять прожить ту же самую жизнь. Уважаемый Сергей Петрович, вы увлекались подводным плавом. Одним из первых в нашей стране даже снимали под водой документальное кино. Почему Вы оставили эти опыты? Вообще, по-моему, для молодого человека спорт всегда являлся каким-то интересным занятием. Я с детства играл в теннис, в Англии в отца был теннисный корт на своем участке и потом вот у нас и на даче сейчас есть корт, а на лыжах я много катался и в горах. Получилось так, что я со своими друзьями увлекся тогда подводным спортом, вернее, подводными исследованиями, аквалангами. Мы, существует с ними первые сделали акваланги в нашей стране. В первую очередь, я обязан дружбе с Мигдалом, очень интересным физиком, ведущим, теоретиком нашей страны, связанным с Институтом Атомной Энергии. И нас как-то это очень заразило. Тогда появились фильмы Кусто, мы увидели возможности этой техники, быстро ее воспроизвели. Сначала мы плавали с масками, а потом уже через год, через два владели аквалангами, плавали сначала в Черном море, а потом три сезона провели на Дальнем Востоке. Это было невероятно интересно. И там мы сняли действительно первые два подводных фильма. Над нами Японское море и Ускал Монерона. С последним фильмом я ездил на фестиваль спортивных фильмов в Канне, и там познакомился с Кусто. Потом он был в Москве нашим гостем, и как-то я считался принадлежащим тому, кто начинал тогда подводные исследования. надо мыть много денег, в свободное время, можно отправляться куда угодно. Но нам удавалось как-то делать это в тех условиях. Потом находясь за границей, я плавал и на Барьерном Лифе, и в Карибском море, но это уже другая история. А сейчас уже просто надо оставлять по возрасту такие занятия. Сергей Петрович, можно такой вопрос, как на ваш взгляд сочетаются мораль и научные исследования? Должен ли ученый останавливаться в своих исследованиях по соображениям морали? Это очень хороший вопрос, но это очень долгий вопрос, на него нельзя просто ответить. Перед учеными, во-первых, стоят вопросы его профессиональной этики. То, что он делает, должно быть сделано честно, результаты не должны быть фальсифицированы, но это такая внутренняя мораль науки. Кроме этого, по-видимому, то, что вы спрашиваете, это внешняя мораль, как он должен относиться к тем результатам, которые он открыл. Тут его контроль над тем, что происходит, в отличие от первого случая, он гораздо меньше. Понимаете, люди открывали страшные ядовитые вещества, которые затем становились основой лекарств, и было и наоборот. И в этом смысле я бы не сказал, что лишена моральных основ, как проповедуют некоторые, но она требует величайшей ответственности ученого в том, что он делает. И это вопрос вот такого, если хотите, гражданской и философской ответственности ученых за свою работу. Вообще, мне кажется, термин ответственности один из самых существенных в современной жизни. Все говорят о свободе. Свободу мы получили. А что делать в отношении ответственности? Уважаемый Сергей Петрович, я студент из Венома. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к восточной науке? Я отношусь с полным уважением. Вот, вопрос об ответственности, который я только что упомянул, он гораздо больше места занимает в восточном кодексе поведения, чем в западной. Это одно из самых серьезных различий между западом и востоком. И тут опыт востока, по-моему, для запада представляется очень существенным, потому что иначе нам победить индивидуализм, который стал знаменем современного либерализма, невозможно. Понимаете? Так что нам есть чему учиться в вашей культуре. Но верно и обратно. Мы все-таки живем в одном мире. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, какие традиции многолетние существуют в вашей семье? Ну вот я сказал, что мой отец и деды были связаны с наукой, техникой. брат мой, он, кстати, член Академии Российской, он очень крупный географ, у него принадлежат ведущие открытия в Антарктиде, он четыре раза ездил на этот континент и сделал фундаментальные работы там. Сын мой занимается филологией русской, когда он начинал эту область, она как-то была в загоне, сейчас, наоборот, все очень заинтересовано, начиная с жизни святых и кончая судьбой древнерусских рукописей, тех открытий, которые можно сделать о корнях нашей культуры и цивилизации. Дочь моя занимается психологией, так же, как и ее дочь, так что все как-то работают скорее на фоне культуры и науки, чем в каком-либо другом направлении. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, а как законы физики распространяются на область человеческих чувств? расскажите про то, как вы ухаживали за своей женой. Это было давно. Это было давно. Я женился в 49-м году. Так что, вот считайте, когда это было. По-моему, было так же, как и у всех. Мы жили на Никольной горе, в чудесном месте под Москвой, до сих пор там живем. Как раз мой тесть купил дачу недалеко от того места с дачи, где мы впервые познакомились с Таней. Наши дети и внуки там живут. И мы рады большой семье, которая у нас в конце концов образовалась. Хотя у меня есть и свои проблемы, и свои вопросы, но у кого их нету. Но на самом деле, конечно, результат положительный. Мы учились, хотя в одной школе с моей женой, но тогда я ее не замечал. Она меня заметила, она была старше меня. Единственное, что я могу сказать. Можно ли поставить знак равенства между ноосферой Академика Вернадского и интернетом? Нет, это не одно и то же, это разные вещи. Ноосфера это очень такой мощный концепт того, что все-таки в основе развития человека лежит разум, культура, язык, то, чем мы отличаемся от животных, а фундаментально отличаемся от животных и наша численность на 100 тысяч раз больше, чем сравнимых с нами по обмеру животных, вы подумайте об этом. Древние славяне считали, что мы произошли от медведев, никогда в жизни обезьян не видели, или волки, как кавказские народы считают, что они были или римляне. А так вот, этих существ порядка 100 тысяч. Если мы были бы зверями, мы были бы такими же. Вот 100 тысяч крупных обезьян существует. там, где они живут. Или медведей в России как раз 100 тысяч. Или волков. А человек, людей в 100 тысяч раз больше. Колоссальная разница. Ни одна тварь так не многочисленна, за исключением насекомых или крыс. Но мы не крысы и не насекомые. А интернет, интернет это просто есть некий способ, как книгопечатание, как информационная технология, которая сейчас необходима системой поиска, системой связи. он будет иметь, конечно, влияние на наше телевидение, так же, как цивилизация изменилась после изобретения книгопечатания, так и вот сейчас интернет будет влиять на это дело. Сейчас интернетом пользуется один миллиард людей, это очень большое число. И одна треть человечества обладает мобильным телефоном, по последним данным. колоссальное проникновение этой техники. Многие люди не умеют писать и читать, но пользуются мобильными телефонами, и скоро они научатся пользоваться интернетом. Как вы считаете, может человеческое сознание выдержать эволюционный слом, среди которого мы сейчас живем? Я не уверен, что есть эволюционный слом, это слом цивилизационный, это разные вещи. Эволюция человечества, а человека биологически мы практически не изменились за последние миллионы лет. Биологические изменения в человеке, они ничтожны за этот период. Когда вот появился наш разум, пусть и воспаленный, но мы этим отличаемся от животных. Это, кстати, сейчас вот сделано очень фундаментальное открытие, вот это, даже его называют гены разума, что оказалось, что организация мозга у птиц, людей, у всех зверей, вплоть до высших обезьян одинаково устроена. Он, кстати, проявляется на пятом, девятом неделе развития плода человека или этих тварей, и потом он закладывает вот структуру, архитектуру высшей нервной деятельности человека. А у человека, по-видимому, пять миллионов лет тому назад произошла мутация, сейчас подтверждено работами, одно маленькое изменение гена привело к резкому изменению сознания человека и привело к этому взрывному нашему развитию. Поэтому, говоришь, это эволюционный слом, это неверно, это цивилизационный слом, это разные вещи. Цивилизационный слом он занял десятилетия, даже если мы найдем способ вмешиваться в нашу биологическую, это займет гораздо большее время. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, согласны ли вы с формулой деньги эквивалент счастья? Нет. Деньги это инструмент, да, может быть, и счастье он они могут принести, но это совсем не эквивалент. Многие люди счастливы без денег и очень многие с деньгами тоже несчастливы по-своему. Богатые тоже плачут, как известно. Даже имея неограниченные деньги, как недавно было продемонстрировано, человек не может даже решить самые простые личностные вопросы, располагая безграничным кредитом. Так что не в деньгах счастья, это Островский, по-моему. Деньги это инструмент для решения тех или иных проблем в обществе. Больше ничего. Правда ли, что вы были свидетелем того, как известная личность экстрасенс Джона поспособствовала разваду Варшевского договора? Ой, это испорченный телефон. История такая, если она интересна присутствующим. Вот незадолго до распада мне позвонили от маршала Куликова, который возглавлял Варшавский пакт, с просьбой выступить перед сбором высшего командного состава, который соберется в Москве о проблемах современной науки. Ну, я согласился. Потом они мне позвонили и сказали, что со мной будет выступать Леонов, космонавт. Я сказал, прекрасно, Алексей Архипович прекрасно может рассказать о своих проблемах и только облегчить мою задачу. Со мной приехал на Черной Волге с военными номерами молодой офицер, и по дороге он мне сказал, вы знаете, Сергей Петрович, случилось некое изменение, а мы пригласили не только Алексея Архиповича и вас, но и Джуну. Мой первый рефлекс был остановить машину и сказать, я туда не поеду. Но я все-таки поехал туда, там я нашел Алексея Архиповича, нашел кучу всяких больших начальников, а на Джуну не было. Была только выставка ее живописи в фойе, я не буду о ней говорить. А потом мы выступали с Алексеем Архиповичем, и перед нами сидели все эти генералы и офицеры большие, потом появилась Джуна, она вышла обладет в такой черный демонический костюм, мы тут же стушевали с Алексеем, но мы уже кончили свои речи, она мгновенно обладела аудиторией, пик ее был тот, что вот так, как я сейчас сижу на стуле, она позвала на этот стул офицера, по-моему, он был полковником, такой крепко сложный, нормальный российский полковник, кто сидел на этом стуле, поманипулировал над ним, он спал с забытьей и спалился со стула, это произвело впечатление, потом она еще говорила, и потом мы все разошлись и снова собрались в такой генеральской комнате, где она, конечно, заняла центральное место, и Джуна меня атаковала, она сказала, что она все, она и любит меня, и хочет меня, и мы старые друзья, мы просто не понимаем друг друга, потом Алексей Архивович мне говорил, Сергей, я не понимаю, как ты мог выдержать такую атаку, но я устоял, и потом я написал письмо маршала Куликову, что меня удивляет, что обсуждая такие вещи, вы пригласили вот эту самую даму, ответа на свое письмо я не получил от него, но вскоре после этого этот самый варшавский пактор спался, это ты уж так говоришь я не призывал к этому даже как Алексей Архивович весьма важные результаты, которые потом были оформлены Максвеллом, что же получается сейчас, начиная с середины 20 века, математика, ну это с Дирака собственно говоря началось, все время как бы стало первенство занимать физики и считается, что можно не строя физической модели явления, можно с помощью уравнения выйти туда, куда так сказать вроде бы и надо и этим уравнением верить, вот я хотел бы так сказать ваше мнение услышать по этому поводу. Я думаю, что вы сами правильно ответили на этот вопрос, математика и физика они едины, кстати Дирак это очень хороший пример, он очень глубоко понимал то, что он делал и обладал конечно мощнейшей физической интуицией, а не только был поразительным и гениальным математиком, он просто гений, я встречался несколько раз в жизни, он был большим другом моего отца и чтение работ того же Дирака это интеллектуальный опыт, который меняется одними самых ценных и интересных в жизни. Кстати, у Фарадея была мощнейшая интуиция, полевая интуиция, как мы ее называли сегодня, и у него мир в этом смысле, он не мыслил формальными образами, но опыт показывает, что практически в новых результатах имеющих физическое значение не получено на том пути, о котором вы говорили. Обещания есть, но результата пока нет. Так, наверное, нам пора подводить черту под нашей дискуссией. Считайте, есть ли Бог? Вот это ставим вопрос на засыпку. Тут у меня расхождение с церковниками заключается в следующем. Они считают, что Бог выдумал человека, и я считаю, что человек выдумал Бога. вот это есть ответ на этот вопрос с моей точки зрения. А после этого все становится на свои места. Пора, наверное, подвести черту. Я хотел поблагодарить вас за ваше участие, ваши вопросы как-то вели нас по такой терапии. Она опиралась на опыт моей жизни. Я думаю, что мы все должны сейчас задумываться над теми проблемами, которые мы вместе с вами сегодня здесь обсуждали. С этим связано наше будущее. Я говорил, что мне больше интересует будущее, чем прошлое. И вот давайте об этом будущем, великом будущем думать вместе. Спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ